13 июля – сильнейшая полнолуния 2022 года, что принесет Суперлуна в Козероге. Суперлуния, которая состоится 13 июля в 21 час 38 минут по Москве, наделено особой силой и энергетикой. Позиция Луны в холодном и сдержанном Козероге создает опасную ситуацию. Такое положение опасно тем, что Луна становится практичной и расчетливой, а порой даже жестокой и мстительной. Луна в Козероге не умеет любить и прощать. Здесь присутствует жестокосердие и сильное стремление к власти, богатству. Такая Луна предпочитает одинокий образ жизни вместо семьи. Рассмотрев транзиты планет на 13 июля, можно сделать вывод, что в ближайший месяц нас ждут трансформационные события в различных сферах жизни. На что именно обратить свое внимание следует каждому знаку Зодиака. Овен. Настрой будет решительный, захочется ярких перемен в жизни. Удачный период для того, чтобы завоевать уважение влиятельных людей. У вас появится возможность генерировать оригинальные мысли и быстро продвигаться к заветной цели, полагаясь на собственные таланты. Вы начнете проявлять активность, настойчивость и горячность. Главное не переоценить свои силы. Опасность заключается в том, что вами могут быть поставлены недосягаемые цели. Телец. В этот период вы не склонны менять свой образ жизни, сомнительные мероприятия вас не привлекают. Для вас важно понять, где здесь материальная выгода и в чем заключается конкретная цель. Вас нельзя заставить что-то делать насильно. Напротив, вы будете медленно, но уверенно двигаться к успеху. Успех в вашем понимании – это любовь, деньги и недвижимость. Ваша позиция – властвовать и владеть. Читайте также. Железная леди. Шесть самых властных женщин по знаку зодиака. Опасность в том, что вы можете не слышать мнения других людей. Близнецы. Ваше разнообразие интересов будет влиять на разные сферы жизни. Вас увлекает все – и путешествия, и новые знакомства, и профессиональные перспективы. Если что-то не сложилось, ваши переживания не будут долгими, вы не будете зацикливаться на материальном. Для вас очень важно презентабельно выглядеть и наращивать связи. Опасность в том, что вы будете склонны к легкомысленным тратам. Рак. Ваше сознание будет завязано на эмоциях и чувствах. А так как вы наделены мощным воображением и творческим чутьем, вы можете интуитивно просканировать ваше окружение. Благодаря своему шарму и харизме, вы оказываете сильное влияние на собеседника. Весь период к вам будут притягиваться душевные люди. Опасность в том, что вас могут преследовать разрушающие страхи. Читайте так же, лицом к лицу, как встретиться со своими страхами и победить их. Лев. Появится сильное желание побыть с семьей и эмоционально отдохнуть от социума. Погрузиться в свои ощущения и даже поностальгировать. Даже несмотря на то, что ваше окружение будет нуждаться в вашей заботе и в ваших советах. Вы не склонны что-то менять в своей жизни, вы не готовы к обновлению, а любые ссоры и конфликты будут напрягать вас. Опасность в том, что может появиться настороженность и недоверие к окружающим. Дева. Весь период будет присутствовать гиперответственность и склонность к логическому мышлению. Если вы просчитаете все свои действия, то ваше дело может преуспеть в ближайшее время. Сконцентрируйтесь на детальных обстоятельствах важных событий, но не давите на свое окружение, все и так вас признают важной персоной. Опасность в том, что критикуя других, вы можете навлечь на себя череду неприятностей. Весы. Пришло время задуматься о своих источниках дохода. Следует проанализировать полученный опыт по накоплениям денег и бездумным тратам. У вас появится возможность принять участие в новом проекте в качестве партнера. Благодаря этому шансу вы сможете выстроить правильное распределение доходов. Также важно помнить, что здорово, что вы любите своих близких и готовы их постоянно баловать. Но это должны быть разумные траты. Опасность в том, что иррациональные вложения или траты не увеличивают финансовую подушку. Читайте также, как создать финансовую подушку безопасности и перестать жить от зарплаты до зарплаты. Скорпион. Близкие отношения с родственниками и друзьями перейдут на новый уровень. Появится скрытность и нежелание делиться чем-то сокровенным. Во время беседы обсуждайте только конкретные события, то, что уже произошло. Все, что касается будущих планов и проектов, лучше оставить на потом, продумайте стратегию и не хвалитесь раньше времени. Особенно, если это касается будущего путешествия. Опасность заключается в том, что вы можете прослыть выдумщикам, а потому лучше избегать темы перспектив. Стрелец. Вас ожидают шумные праздники в семье. Будет сильное желание расширить свое жилое пространство, вплоть до того, что вы затеете ремонт, а все лишние предметы интерьера покинут ваш дом навсегда. Читайте так же, как улучшить энергетику дома. Шесть простых способов избавиться от негатива. Захочется легкости и простора. Опасность в том, что вы можете забыть о том, что ваши дети не будут вечно маленькими. Не факт, что они захотят жить с родителями, когда вырастут. Козирог. Вы относитесь к семье с чувством ответственности, поэтому стремление к доминированию всегда будет присутствовать в вашем доме. Несмотря на то, что вы заботитесь о своей семье и решаете все сложности с домочадцами, вы можете почувствовать себя недооцененным. В ближайшее время у вас появятся новые возможности зарабатывать из дома и быть независимым от рамок социальных проектов. Опасность в том, что ваша внутренняя трансформация очень сильно зависит от внешней. Водолей. В вашей жизни появится структура. Ваш обычный хаос приобретет четкий контур. Свобода и независимость станут упорядоченными. В основном проявляться это будет в самодисциплине и рациональности вашего мышления. Захочется заняться творческой работой, тем, что полезно для вашего окружения. Желание стать лидером укрепиться и послужит в дальнейшем хорошим фундаментом. Опасность в том, что потребность в независимости может приводить к одиночеству. Читайте также, почему мы боимся одиночества и почему этого делать не надо. Рыбы. В отношениях с партнерами будет прослеживаться некая мистика и загадка. Благодаря такой обстановке в семье установится мир и спокойствие. Материальная сторона жизни отойдет на второй план, а вот тема отношений будет доминировать. Что касается рабочих процессов с деловыми партнерами, обратите внимание на психологию людей. Изучайте человеческую душу и создавайте на основе своих открытий новую философию общения. Опасность в том, что в погоне за духовным прогрессом вы можете доводить себя до фанатизма. Это чревато уходом в иллюзии. Спасибо огромное за то, что остаетесь с нами. До новых встреч!